Здравствуйте, в студии Дарьи Токузлиева. У меня в гостях исполняющая обязанность директора Вятского государственного гуманитарного университета Валерия Юнгблюд. Мы сегодня подведем итоги уходящего года. Большая часть из того, о чем мы будем говорить, уже так или иначе озвучивалась в информационном пространстве. Тем не менее, создадим некую картину общего года. Валерий Теандрович, здравствуйте. Добрый день. Наверное, основным событием не только в жизни университета, но и всей образовательной сферы Кировской области стала информация о слиянии двух вузов Вятского государственного университета и Вятского государственного гуманитарного университета. В какой стадии сейчас находится процесс? Какие трудности уже обозначились? Процесс сейчас находится в активной стадии. Мы выполняем план-график по реорганизации двух университетов. Продвинулись уже достаточно далеко. На стадии завершения согласования вопроса структурного характера, я имею в виду как структуру научной и образовательной деятельности, так и общую управленческую административную структуру университета, мы обсуждаем также вопрос о размещении будущих институтов, о локациях, ну и целый ряд других практических вопросов. Так что процесс идет достаточно напряженно, поскольку в этот процесс вовлечено более двух тысяч человек, это большие очень коллективы профессорско-преподавательского состава, других работников, ну и порядка 20 тысяч студентов. Это также заинтересованные лица, и мы стараемся сделать все необходимое для того, чтобы все реорганизационные мероприятия прошли гладко. А вот как раз по поводу локации вопрос, коллега ваш Валентин Пугач говорил, что ряд уже факультетов вышли с предложениями поменять как раз место расположения своего, насколько я знаю, кто-то из чижей хочет переехать в другое место, то есть есть ли какая-то информация по этому поводу, то есть кто изъявил возможно такое желание уже? У нас есть примерные планы, намерения, вопросы изучаются. И мы с вами должны понимать, что это вопрос такого некоммунального характера. Для того, чтобы принять взвешенное решение по локациям, необходимо изучить огромное количество всевозможных факторов, начиная от транспортной инфраструктуры, заканчивая местами проживания студентов и преподавателей. И кроме того, целый ряд помещений имеют специальное оборудование, которое очень сложно перемещать по городу, имеют специальные инфраструктурные решения, связанные с вентиляцией, с энергосношением и так далее. Конечно, да, конечно. Поэтому вопрос сейчас очень внимательно изучается. У нас есть примерные контуры этих решений, но я думаю, что мы еще будем уточнять все вопросы, связанные с объемом этой работы и попытаемся вписаться в наши возможности как по времени, так и по финансам, так и по тем пожеланиям, которые сейчас нам адресуют преподаватели, студенты, сотрудники университета. Ну, по крайней мере, факультеты уже немного обсуждались как-то в информационном пространстве, а вот вопрос с общежитиями у студентов. То есть все останутся при своих, все будут жить там, где живут, или этот вопрос будет тоже решаться с учетом будущего расположения факультетов? Ну, вот смотрите, мы должны понимать, что сейчас процесс реорганизации находится примерно на полпути. Это значит, что те студенты, которые сейчас обучаются на базе Вятского государственного университета или Вятском государственном гуманитарном университете, уже проживают в общежитии. Они обучаются на факультетах, и место их проживания учтено. И до середины лета 2016 года здесь вряд ли что-то будет меняться. После того, как процесс реорганизации будет завершен, естественно, будут приниматься решения о новом размещении структурных подразделений. Иногда они будут совпадать, и иногда они не будут совпадать. И это уже, по большей части, вопросы расселения на будущий год. Естественно, мы будем полностью координировать решение вопросов о расселении уже в соответствии с результатами приема 2016 года. И мы будем корректировать места проживания студентов сейчас обучающихся в соответствии с новыми локациями. Будет сделано все необходимое для того, чтобы здесь были минимизированы любые напряжения в студенческой среде. Вот к слову напряжения, а как вообще отреагировали и студенты, и ваши преподаватели? Потому что я вот заканчивала университет в 2007 году, и уже тогда, помню, слухи эти ходили. И то есть эти разговоры циркулировали так давно, что, мне кажется, когда это наконец произошло, уже мало кто принял это за серьезную монету. То есть какие вообще настроения ходили? Я в пятницу встречался со студентами. У нас была очень деловая, насыщенная и хорошая по интонации встреча. И мне кажется, что студенты воспринимают все происходящее сейчас с пониманием. Никто не испугался? Нет, никто не испугался. Во-первых, идея создания в городе Кирове объединенного университета не то чтобы воспринимается на ура, но воспринимается спокойно и с пониманием в студенческой среде. И студентов гораздо в большей степени волнует практические вопросы. Какие образовательные программы будут реализованы, будут ли какие-то приоритетные или наоборот периферийные направления, где студенты будут жить, какие будут плюсы, что произойдет со стипендиальным обеспечением и так далее. А преподаватели, они все равно более консервативные? Да я не думаю, что преподаватели более консервативные. Просто у преподавателей несколько иные точки отчета. Преподаватели, как правило, уже работают и чувствуют свою причастность к определенной традиции. И в преподавательской среде вот этот вопрос, наряду с вопросами сугубо кадровыми, является одним из самых важных. Что будет с традициями университета? Как сделать так, чтобы их сохранить вот уже в новом образовании? Как обеспечить приоритетность развития именно тех направлений в образовательной деятельности, которые этими преподавателями продвигаются в настоящий момент? С чем связаны многие опасения? Гуманитарий считает, ну как бы ни получилось так, что политех поглотит и мы утратим гуманитарную или ПЕД составляющую. Я думаю, что представители технических специальностей боятся прямо противоположного. Да, опасаются чего-то противоположного. На самом деле мы идем по пути создания классического многопрофильного университета. И в рамках этого университета должен действовать принцип взаимодополняемости. Классическое образование немыслимо без гуманитарного слоя знаний. И в то же самое время региональный опорный университет немыслим без привязки к реальному сектору экономики. Мы понимаем двуединство этой задачи. И те действия, которые сейчас выполняются, ориентированы на то, чтобы это двуединство воплотить в конкретные решения. Следующий вопрос, возможно, не столько о науке. Я понимаю, наверное, он не так важен сейчас в контексте слияния вузов. Но тем не менее, насколько я знаю, многие студенты так или иначе беспокоятся по поводу студенческой жизни, студенческой весны, театральной осени. То есть те традиции как раз, но уже студенческие, которые существуют в обоих вузах. Как здесь как-то будут работать, чтобы студенческие эти советы, они все не распались? Вот те объединения, театралы, культурная часть, она как-то сохранилась? Вы знаете, была бы, наверное, определенная почва для беспокойства, если бы речь шла об объединении вузов, когда с одной стороны есть вуз с богатейшей традицией культурной жизни, развития спорта, каких-то социальных акций. А в другом вузе ничего такого нет. Мы имеем ситуацию несколько иную. Оба вуза имеют очень насыщенную студенческую жизнь. Есть некоторые несовпадения в специализации, но это как раз тот самый случай, когда можно рассчитывать на взаимное обогащение. Если бы где-то был ноль, а в другом вузе было бы очень много культурных мероприятий, был бы риск, что одно погасит другое, и мы увидим ухудшение, снижение качества или снижение интенсивности. Я думаю, как раз наоборот. В данном случае, в нашем случае, мы вправе надеяться на рост активности студентов, на обмен мнениями, на возникновение, если угодно, такой здоровой внутренней конкуренции. Если взять спортивные команды, к примеру, мы сейчас в нашем университете целый ряд сборных поддерживаем, которые выступают на уровне всероссийских студенческих спортивных лиг. А так, кстати, спортивные команды, они будут объединены? Разумеется, мы сейчас получим возможность опираться на спортивные ресурсы уже объединенного опорного университета. То есть мы удваиваем здесь наши возможности. Но получится все равно, кто-то, наверное, останется за бортом. То есть выберут из лучших, будут собраны лучшие команды, и кто-то из ребят может останется. Слово за бортом, наверное, неправильно. Когда мы говорим о студенческих сборных университета, мы должны иметь в виду, что они всегда формируются по такому селективному принципу. В сборную попадают лучшие. А вот ряд этих лучших и скамейка запасных... Просто станет длиннее. Да, будет гораздо длиннее, будет гораздо более широким выбор. Насколько я знаю, уже прошел первый день открытых дверей. Вот какие итоги можно подвести? Много ли вообще прошлого будущих абитуриентов? Чем они интересуются? Какие вопросы задают? Какие специальности, возможно, новые для них? Чего они ждут вообще от опорного вуза? День открытых дверей прошел вчера. Прошел конструктивно. Это был очень насыщенный день. Это был первый день открытых дверей для объединенного университета. С моей точки зрения, не рекордное количество было абитуриентов. Ну и до момента поступления в университет еще много времени остается. Но это еще, насколько я понимаю, не самое типичное время для проведения для Дня открытых дверей. То, согласно статистике, самое большое количество абитуриентов посетило политехнический институт. И это понятно, потому что абитуриенты идут в знакомое место. Остальные абитуриенты примерно в равных пропорциях распределились между остальными семью институтами университета. Это говорит о том, что нам еще необходимо провести дополнительную работу по объяснению абитуриентам, как именно будет организован прием в опорный университет, как сделать так, чтобы каждый из интересующихся абитуриентов точно знал, на какие специальности он может поступить здесь, на территории Кировской области, в наш объединяемый университет. Мы в этом году должны решить главную задачу, сделать так, чтобы максимальное количество выпускников школ города Кирова и Кировской области развернуть в направлении опорного университета, как университета, который должен обеспечивать должное качество образования по максимально широкому перечню направлений подготовки для Кировской области. А какая-то работа сейчас уже в школах ведется информационная, чтобы вообще дети знали, что создается такой вуз, и там будут у них какие-то возможности? Да, ведется. Собственно говоря, день открытых дверей – это уже есть часть работы. Мы два месяца уже совместно выполняем все действия в рамках приемной комиссии. То есть комиссия нашего университета и государственного университета координирует планы, мы обменялись информацией, мы согласовали все рабочие вопросы, связанные с приемом 2016 года. Мы знаем, какие бюджетные места выделены для опорного университета, их достаточно много. А можно озвучить эти цифры? То есть сколько будет? Примерно 1600 мест на все уровни подготовки по дневной форме обучения. А можно еще как-то для сравнения, чтобы понимать, вот педуниверситет, например, в этом году, сколько бюджетных мест было? Примерно столько же. Я имею в виду и государственный университет, и наш университет. Примерно то же самое количество бюджетных мест имели в 2015 году во время приема, что и сейчас в сумме мы получаем. Но, понимаете, проблема не только в этом. Во-первых, бюджетные места с 2016 года выделены несколько раньше, еще до того, как было принято решение о реорганизации. Это во-первых. Во-вторых, здесь гораздо... То есть тут просто ничего не изменилось практически? Да. Хотя мы рассчитываем на то, что далее и впредь здесь ситуация будет меняться в пользу Кировской области. Ну, главный плюс, наверное, все-таки не в этом. Главный плюс в том, что сейчас в рамках опорного университета мы снимаем все трения вокруг так называемых конкурирующих специальностей. Понимаете, если раньше по достаточно широкому перечню дисциплин гуманитарного профиля или по биологии, по физико-математическому профилю у нас пересекались образовательные программы, и получалось так, что либо бюджетные места уходили и туда, и туда, либо в один из вузов, и тогда у абитуриентов возникал вопрос, куда идти. И это достаточно болезненный вопрос, потому что оба вузы имеют достаточно развитый профессорско-преподавательский состав с точки зрения квалификации. Сейчас вот этот вопрос снят. Мы имеем возможность в рамках опорного вуза действительно формировать перечень специальностей таким образом, чтобы образовательные программы обеспечивались действительно наиболее квалифицированными людьми. А вот эти вот дублирующие направления, они будут объединены в какие-то общие структурные единицы? Правильно я понимаю? Ну то есть, если, грубо говоря, и здесь лингвисты занимались, и здесь лингвисты будут едины? Безусловно, да. Когда речь идет о новом наборе, это стопроцентно. Когда мы говорим о студентах, которые уже сейчас обучаются на старших курсах, то, скорее всего, студенты-старшекурсники будут обучаться по тем же самым рабочим учебным планам, по каким они сейчас учатся. То есть, у них ломать ничего не будут? Нет, не будут. Но мы будем иметь возможность зато здесь уже комбинировать состав исполнителей. В ряде российских вузов начали отчислять студентов из Турции. И, по крайней мере, как пишут СМИ, федеральный глава Миноборнауки Дмитрий Ливанов заявил, что вузам России направлены письма о необходимости приостановить сотрудничество с Турцией. Насколько вообще эта проблема коснулась вятских университетов? То есть, были ли у вас какие-то связи образовательные, не знаю, на уровне студентов, то есть, каких-то культурных связей, которые пришлось разорвать? Насколько мне известно, не коснулась. У нас не обучались студенты из Турции, и у нас нет никаких сетевых или иных договоров с этой страной. Мы знаем, как сейчас разворачивается политическая ситуация. Наверное, здесь будут учитываться возможные угрозы, которые вытекают из международных процессов. Но я не вижу каких-то дополнительных угроз. Эта ситуация имеет четкую локализацию, связанную с событиями вокруг сбитого нашего бомбардировщика. Высокая вероятность того, что этот конфликт будет урегулирован. Что касается действий уже организационного характера, я надеюсь на то, что они носят временный характер. И пока они никак не распространяются на другие государства. Что касается этого распоряжения по министерству, я думаю, оно было адресовано тем высшим учебным заведением, где действительно обучаются граждане Турции. Но это к нам не относится. Мне бы просто хотелось эту проблему повернуть в несколько в ином ключе, потому что, насколько я понимаю, у нас все равно иностранные студенты обучаются. Не возникли ли так, что посмотрят люди из Китая студенты, опасаясь, что когда-то у России, возможно, возникнут какие-то конфронтации и с их страной, и, возможно, такая же ситуация может возникнуть с ними? То есть, не скажется ли это на потоке иностранных студентов к нам? Я не думаю, что мы должны так жестко проводить связь между образовательными процессами и теми процессами, которые продекают в области международной политики. Она есть, но, наверное, корреляция не такая безусловная, как Вы сейчас говорите. Образование все в большей степени становится открытым. Здесь действуют и рыночные механизмы, здесь действуют и какие-то политические тенденции. И смысл баллонского процесса заключается в том, чтобы сделать российскую образовательную среду доступной для иностранных студентов и, наоборот, обеспечить возможность выпускникам наших высших учебных заведений вписываться в международное образовательное пространство. Вот здесь ни с точки зрения образовательной идеологии, ни с точки зрения каких-то политических решений никаких смещений на данный момент не произошло. Что касается конкретной ситуации с Турцией, мы понимаем, ведь действует режим санкций в области экономики. Если образование, по крайней мере, в данной части является элементом рыночных отношений, мы говорим об образовании как об услуге, в том числе и для иностранных студентов, естественно, вот эти подходы будут проецироваться на образовательную среду. Ну и повторяю, здесь еще возникают дополнительные вопросы, связанные с безопасностью. Что касается ваших прямых опасений, там, Китай, Вьетнам, возможно, другие студенты, то, я думаю, ответ должен быть отрицательным. Российская Федерация заботится о том, чтобы делать наше высшее образование более привлекательным. Именно это... То есть вы не считаете, что эта ситуация, она как-то пошатнула нашу репутацию на рынке образовательной пусины? Репутацию однозначно нет. Конечно нет. Это не есть часть, скажем, проявления каких-то негативных качеств российской образовательной системы как таковой. А вот то, что... А то, что образовательная система у нас оказалась, ну, мягко говоря, политизирована. То есть это же все равно все делалось в угоду политике, а не образованию. А в чем здесь политизация? Извиняюсь. У нас происходит обострение с зарубежным государством. Обострение отношений выливается в откровенно враждебные действия. Причем турецкая сторона длительное время не предпринимает никаких шагов для того, чтобы снизить градус конфликта. И это проецируется на общий международный климат. И в чем же здесь политизация образовательной системы? Мы не можем взять и вывести систему образования из общего контекста политических, культурных, экономических и прочих отношений. Если вводятся определенные санкции, и санкции связаны, скажем, с введением визового режима, с сокращением объемов экономического взаимодействия, то в любом случае это коснется и образования. Это императив. И образовательная система Российской Федерации не может действовать автономно от общей политической ситуации в мире и от действий российского правительства в частности. А чтобы завершить уже тогда тему с иностранными студентами, в опорном вузе они продолжатся наборы? Конечно. Международная деятельность университета является одним из критериев его успешности. И от того, насколько мы будем качественно развивать международные образовательные программы, насколько будем успешно выходить на рынок взаимодействия с зарубежными университетами и научными центрами в части реализации научных проектов, будет зависеть и лицо университета, и его эффективность как высшего учебного заведения. Это один из приоритетов. На этом мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после продолжим. Мы продолжаем. В студии Дарьи Тапузиева у меня в гостях исполняющая обязанность директора Вятского государственного гуманитарного университета Валерий Юнг-Блюд. Еще одним из знаковых событий уходящего года стало введение норм, и сейчас неправильно их так называют, в общем, комплекса готов к труду и обороне. Подключились ли студенты вуза к этой программе, то есть дают ли уже что-то? Конечно. Это большой всероссийский, можно сказать, национальный проект. Он инициирован указом президента. По этому поводу есть постановление правительства Российской Федерации. То и другое имели место в 2014 году. Наш университет активно включился в эту работу. Мы обучили преподавателей. Мы организовали на базе нашего университета целый ряд мероприятий, как для Кировской области, так и всероссийского уровня. Что за мероприятие перебил? Совместно с Министерством спорта и туризма России и правительством Кировской области мы провели большую всероссийскую конференцию по обмену опытом. Сюда приезжали тренеры, инструкторы. Была проделана очень большая такая содержательная работа. Мы приняли в свою очередь участие в нескольких всероссийских форумах на эту тему, на которых отрабатывались основные методики по определению нормативов ГТО, по организации мероприятий, адресованных различным возрастным группам, сдающих ГТО и так далее. То есть это большая системная работа. Сейчас часть студентов нашего университета успешно уже сдали нормы ГТО, являются счастливыми обладателями соответствующих значков. Студенты и преподаватели прошли специальное обучение для того, чтобы руководить этой работой среди всех категорий населения, в первую очередь среди школьников. Так что я думаю, что наш университет в первую очередь в лице факультета физической культуры эту работу сейчас уж и ведет и впредь будет как раз тем самым драйвером региона, который обеспечит выполнение задач, поставленных президентом и правительством. Просто на минувшем заседании правительства области была озвучена такая цифра 51%, это вот столько чиновников хотят сдать нормативы ГТО. Никита Юрьевич Белых, губернатор, заявил, что скорее всего и эта цифра несколько преувеличена, а вот в рядах преподавателей и студентов горят желанием вообще? Или тоже достаточно прохладно отнеслись к этой инициативе, потому что так или иначе это дополнительная нагрузка и к учебе, и к работе? Мы же сейчас говорим о физической подготовке, о спорте, образе жизни многих людей. Там, где в повседневную жизнь не внедрена привычка заниматься физической культурой и спортом, конечно, там не горят. Просто отчасти из-за плохой информированности, главным образом потому, что в повседневной жизни такая задача не стоит. Но по большей части люди, я сейчас говорю и о студентах, и о преподавателях с удовольствием, включаются в эту работу. Мы должны понимать, что в нашей стране комплекс «Готов к труду и обороне» проходили в своё время, по сути дела, все школьники и подавляющее большинство людей зрелого возраста. Ну, то есть, по крайней мере, преподаватели с этим уже знакомы. Есть привычка, понимаете, и для многих людей это что-то вроде ностальгии, понимаете, это же знакомая деятельность. И один из критериев оценки жизненного потенциала любого человека – это его физическое состояние. Люди моего поколения до сих пор хорошо помнят, каким образом был сдан тот или иной норматив в выпускном классе. То есть, ещё элемент ностальгии. Да, элемент ностальгии, элемент соревновательности. Я думаю, что эта работа пойдёт, и она будет очень полезна. Ещё одной обсуждаемой темой уже под конец уходящего года стал аукцион по проведению реконструкции ботанического сада, сада Авиад ГГУ. О каких средствах идёт речь, то есть, в рамках какой-то программы они выделялись, и какие работы будут проведены в ботаническом саду? Ботанический сад – это очень важный инфраструктурный объект нашего университета. Он находится в центре города. Это очень старый объект. Это объект, о котором очень многие горожане беспокоятся. А здесь нет оснований для беспокойства, потому что беспокоиться нужно было немного ранее, поскольку действительно определённые угрозы для ботанического сада были. Я объясняю, почему. Ну, прежде всего, давайте я закончу ту мысль, которую начал ботанический сад на полтора года старше нашего университета. А нашему университету в этом году 101 год исполнится. Так что это очень старый, действительно вызывающий чувство обеспокоенности, гордости у многих кировчан охраняемый объект. Наш университет поддерживает ботанический сад в должном, в хорошем состоянии всё это время. Там коллекция растений. Некоторые из них редкие, реликтовые, требующие особой заботы, ухода. Теперь об угрозах. Вот посмотрите. Тот периметр, который сейчас имеет ботанический сад, не очень хорошо защищён. Ограда очень невысока. Вот наши жители очень любят ботанический сад. Очевидно, по этой причине, например, в течение этого года все скамейки весьма тяжёлые были вынесены. И мы до сих пор не знаем, кто эти самые злые. То есть прямо из ботанического сада? Да, прямо оттуда. Время от времени выкапывают редкие растения. То есть мы стали остро ощущать незащищённость. То есть любовь кировчан настолько велика, что они пытаются кусочек ботанического сада унести. Да, совершенно верно. А это вообще-то труд очень многих поколений людей и людей, которые сейчас там работают. И, строго говоря, ботанический сад принадлежит не только университету. Это и место практик для студентов. Но в то же самое время кировчане любят его посещать. И место для прогулок. Мы знаем, что молодожёны туда в день свадьбы в последние годы любят заезжать. То есть место во многом знаковое. Мы несколько лет подряд подавали документы на конкурс инфраструктурных объектов, заслуживающих дополнительных мер по их сохранности. В этом году наша заявка была поддержана. 7,5 миллионов министерство выделило на меры по укреплению ботанического сада. И эти средства мы сейчас успешно осваиваем. Часть из них будет направлена на то, чтобы укрепить ограду. Мы вводим систему видеонаблюдения, её существенно модернизируя. Мы восстанавливаем то, что было в течение этого года похищено. Мы запланировали возведение небольшого павильона. Кроме того, мы... Под павильон, а под какие-то растения особенные? Нет, это что-то вроде ротонды для посетителей, чтобы можно было себя в ненастное время года чувствовать защищённым. Но, кроме того, значительные средства мы намерены направить на то, чтобы развивать ботанический сад, собственно, как ботанический сад. То есть, дозакупить некоторые растения, районированные под условия Кировской области, для того, чтобы они пополнили коллекцию. Мы всегда этим занимаемся. Но, пожалуй, впервые за многие годы мы можем часть этих задач решать за счёт средств государственной субсидии. А в структуре, то есть тех денег, которые министерство выделяет, вот эти деньги, 7 миллионов, это много, мало, и все остальные получают столько же? Да, это достаточно. Во всяком случае, наши планы на этот год адекватно отражены вот в той сумме, которая нам выделена. Это хорошая сумма, которую можно уверенно распределять между теми задачами, которые являются сейчас первоочередными. И небольшой тут и юридический момент меня по ботаническому саду интересует. Вот после слияния вузов он юридически будет принадлежать уже опорному вузу? Конечно, конечно. То есть всё останется, его никому не передадут? Как и любой другой объект. Это федеральная собственность. И обладает правами собственности Российская Федерация. А университет в данном случае управляет этой собственностью. И в данном случае, коль скоро согласно приказу, Вятский государственный университет наследует все те права и обязательства, которые сейчас есть и во втором университете, следовательно, и ботанический сад, и другие объекты будут находиться в ведении объединенного опорного университета. И, коль уж мы подводим итоги уходящего года, буквально пару слов о том, чем лично вам запомнился 2015 год. Хороший вопрос. Поскольку мы сейчас о реорганизации говорили очень много, то я, естественно, эту тему опускаю. 2015 год в первую очередь это год победы. И наш университет, год победы в Великой Отечественной войне, наш университет очень большую программу мероприятий, действий выполнил в связи с юбилейными событиями. В частности, несколько знаковых таких мероприятий, конференции у нас прошло. В конце апреля была проведена международная конференция с очень высоким участием академических институтов Российской Федерации по 1945 году. 1945 год, формирование основ послевоенного мира, так она называлась. Наверное, это одно из стержневых мероприятий. Нам удалось и очень профессиональный состав собрать. Это было такое резонансное, важное и в научном, и в образовательном, и в воспитательном плане мероприятие. Кроме того, мы очень насыщенный год провели с точки зрения укрепления университета как высшего образовательного учреждения. Мы прошли государственную аккредитацию по отдельным образовательным программам. Мы подтвердили все наши лицензионные показатели. Мы в этом году по условиям мониторинга семь показателей выполнили, и это отражает очень хорошую динамику. То есть у коллектива есть все основания для того, чтобы гордиться нашими достижениями в этом году. Я уже здесь не говорю о том, что более 20 кандидатских и докторских диссертаций в течение года наши ученые защитили. Превосходные достижения продемонстрировали наши спортсмены. Одним словом, это был очень содержательный, очень насыщенный и очень успешный год для нашего университета. Поэтому я считаю, что в рамках опорного университета мы должны весь этот ресурс, этот потенциал приумножить. Нам есть чем войти в это новое для Кировской области образовательное учреждение. И есть что пытаться сохранить и приумножить. Вот на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем. В эфире итоги уходящего года подводил исполняющий обязанности ректора Вятского государственного гуманитарного университета Валерий Ленблюд. До встречи. До свидания. Спасибо.